До сих пор нет CSGO, GTA 5, 6-й Цивы и других годных игр? Тогда бегом на Crazy Case, где можно выиграть топовую игру всего за 69 рублей. Ведь шанс выпадения топовых игр увеличен в два раза, не упускай свой шанс. Ссылка на сайт в описании. Друзья, здравствуйте, я знаю, что на этом канале вы привыкли видеть другие видосики, но хочу напомнить, что это всё-таки второй канал, и здесь я имею моральное право выкладывать, ну, почти всё, что угодно. Из названия ролика вы поняли, что я купил машину, да, это так. Я предвижу огромное количество негативных комментариев, часть из которых будет оправдана. Не ты ли говорил, что машина это невыгодно, что лучше такси, что ты никогда не сядешь за руль? Это говорил я, и от своих слов я не отказываюсь. Я купил машину, потому что на моём месте не купить её было бы огроменным грехом. Эту тачку, которую я купил, продавал мой близкий родственник, который мне, как своему близкому родственнику, сделал очень неприличную скидку. Да, кстати, пускай вас не смущают именные номера, это всё ещё номера моего родственника. Свои именные номера, не циферки какие-то, как у крестьян, а именные я заказал, и они будут где-то в конце этого месяца. А пока я езжу на его, тем более, ну, мне доверяют. Вторая группа людей не будет находить себе места. А, откуда деньги? А, мажор! А, ему это родители купили! А, не-не-не, задонатили! Я её купил сам. Задонатили? Вы серьёзно? Я на каждом своём стриме почти что полил свой заработок на Donation Alerts. И те, кто это помнит, таких много, они видели, что там за всё время даже четверти суммы на эту машину бы не хватило. У злопыхателей осталось два варианта. Первый, мне купили родители... А, окей. Мне не купили родители. Ты мне веришь? Нет. Всё, оправдываться бессмысленно. Окей, тебе дал родственник покататься и записать видос. А, да. Ты... Ты меня уделал, школьник-детектив. Я... Я не успел ролик начать, а меня уже разоблачили. Вот... Пиздец! Ну, вот, собственно, и он. Porsche Cayman 2012 года. Многие в комментах к моей первой фотке писали, что это боксер 2003 года. И такие, мол, о, купил старую тачку. Не, чуваки, я не настолько позданут, что покупать машину, которой 13 лет. Не, я ещё в здравом уме. Самое забавное, что я вообще не шарю в характеристиках этой машины. Для меня это чисто визуальная пилюля. Большую часть времени она у меня будет стоять в гараже. Я буду, наверное, за пивасиком ездить периодически. А, ну ещё и постримить можно. У меня в Новый год будет стрим в этой машине. Я придумал кое-что охуенно интересное. Ну, собственно, нахожусь на киевской трассе. Забирал машину, в общем, с гаража сзади. Шо я могу сказать? Шо я могу сказать? Ну, это просто какие-то сверх непередаваемые чувства. Да, я сейчас себя снимаю в зеркало. Правда, я уебан? А машину домой буду везти не я, потому что... Ну, бля, я себе не доверяю особо. Да, здесь тоже проблема. Мне надо заново учиться водить. Я без стажа вождения больше трёх лет. И когда сел за машину, я охуел. Как будто вообще никогда на ней не ездил. Вообще не ощущается габарита, хотя это маленькая машина. До этого я водил масл-кар, который в четыре раза больше, массивнее, громаднее. И было нормально. А несмотря на то, что Порш очень маленький, я ну в нём вообще плыву как-то. Надо нагонять базу. Я могу погутеть. Я такой... Я такой... Из очевидных минусов, первое, что я нашел, здесь нет подстаканника, как жрать, ну, когда ты с макдрайва едешь, я не знаю, это первое. Второе, здесь нет ручки, блядь, очень плохо видно, вспышку почему не включил. Короче, ну вот тут, где пассажирское сидение, вот тут должна быть ручка, чтобы держались. Когда ты дрифтуешь, чтобы твоя самочка, она не теряла равновесие, а я-то постоянно буду дрифтовать, я же дрифтер, ёпта, пол-вокер нахуй. Расстраивает, да, о, я еще айфоном выебываюсь, смотрите, какой, у меня Apple, у меня айфон, у меня айфон, который даже не в состоянии сфокусироваться, ладно, хуй с ним, но мне нравится, эээ, что это такое? To protect the battery operation stopped in one unit, я нихуя не понимать, это какой, это казахский? А здесь есть место только одно, и оно для твоей бабы, исключительно, исключительно бабы корешей тут не возят. Сзади мест нет, то есть, все, это уже, я, конечно, извиняюсь, так темно, но... Вот такое же время суток, я только машину забрал, получил, вот, я еще номера даже не переделал. Я не совру, если скажу, что эта машина мечта всего моего детства, я, вы посмотрите, у меня с детства до сих пор осталась вот эта моделька, я тогда и представить не мог, что когда-то у меня получится увидеть вот эту же самую машинку, только в реальных масштабах и у себя в гараже, вот, блин, вот, не знаю, был бы я чуть более чувствительный, я бы, наверное, сейчас просто разрыдался, то есть, ребенком, я смотрел на нее, я ее катал, и я не знал, как, возможно, лишь такой, чтобы когда-нибудь я очутился внутри этой машины, но мечты все-таки некоторые, но сбываются. О, какая свежая подача, басистая музычка с переменным видеорядом, ммм, оригинальность. Если на моем канале есть чуваки, шарящие в автомобилях, то спокойно, сегодня я вас своими познаниями в авто мучить не буду. Мне, по сути, насрать, сколько там лошадей, какой объем, за сколько разгоняется, сколько ест, едет быстрее Волги, значит, заебись. Больше мне и не надо, мне скорость велика устраивает 20 км в час. Если вам интересно, где я ее купил, как, за сколько, поставьте лайк этому видосу, так я пойму, что вам интересно, ну и сделаю влог, как я все это делал. На этом у меня все, всем пока!